Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш, на канал Теслаб. И у нас сегодня такой странный выпуск, у нас не будет тестов ни галогеновых ламп, ни ксеноновых, ни диодных. Зато у нас сегодня в обзоре будет участвовать вот этот прибор для регулировки фар. Многие просили о нем рассказать вообще, рассказать про приборы для регулировки фар. И эту информацию я постоянно как бы откладывал куда подальше в плане выпусков. Но тут случился такой момент, что увидел я в интернете такое чудо, как прибор для регулировки фар от компании Маха. Посмотрев видео, которое мне удалось найти, я настолько поразился, насколько технологичным может быть прибор для регулировки фар. Насколько сильно он отличается от прибора, который использую я, где-то уже порядка 10 лет. И по тестам, которые вы постоянно видите. Вот, что мне захотелось посмотреть на самый технологичный прибор для регулировки фар, который существует в данный момент. И рассказать вам свои впечатления по поводу общения вот с этим прибором. Сразу скажу, прибор этот называется Маха MLT 3000. Нашел я его в интернете. Нашел представительство компании Маха в Санкт-Петербурге, в городе Колпино. Которая продает данный прибор и написал им письмо на электронную почту. И они любезно, соответственно, предоставили мне возможность потрогать данный прибор своими руками, протестировать его. Ну и, соответственно, рассказать какие-то свои впечатления вам. Также я предлагаю 99% смотрящих данное видео закрыть данное видео, потому что то, что в дальнейшем я буду рассказывать про приборы для регулировки фар, вам, скорее всего, никогда в жизни не понадобится. И я думаю, что это вам неинтересно. Оставшийся 1%, который реально интересуется темой автосвета, для которого эта тема является профессиональной. Надеюсь, для них данное видео будет полезно. И пускай они смотрят данное видео до конца. Потому что мои дальнейшие эмоции по поводу, кажется, какого-то прямоугольного ящика, который не варит кофе там, не ложится с тобой спать, не готовит тебе обед. Я думаю, что большинству людей будет просто непонятно. Прибор от компании Маха, после того, как я его увидел, я понял, что это, по сравнению с этим прибором, это как вот Шаттл и Жигули. То есть настолько сильно ушла инженерная мысль вперед, поэтому там вот столько мелочей. Я сейчас попытаюсь основные, соответственно, отличия указать, а менее явные, соответственно, не буду сегодня указывать, потому что, может быть, там потом еще сделаю несколько видео. Начнем с основных отличий. Смотрите, мой прибор, для его работы требуется абсолютно ровный пол. Если пол будет под ним неровный, соответственно, он будет неровно стоять, соответственно, будет давать неправильные данные, и фары автомобиля будут отрегулированы либо выше, чем надо, либо ниже. А вот в приборе от компании Маха, там сделано все очень хитро. Там есть датчик наклона, который оценивает наклон прибора. То есть, если прибор стоит на неровном полу, скажем так, то есть стоит немножко криво, то этот датчик вносит, соответственно, свои поправки в результаты, те, которые выводятся на экран, для того, чтобы компенсировать вот эту неровность. За счет этого все равно отрегулируют фары исключительно ровно, даже на неровном полу, представляете, ребят? Но это, ребята, абсолютно не все фишки, это только начало, потому что, смотрите, мой прибор устроен так, что в нем стоит линза, через которую проходит пучок света от фары, и этот пучок света на экране, соответственно, проецируется. На этом экране существует две точки замера, то есть два люксметра стоят, и с помощью вот этого переключателя я, соответственно, могу считывать показания, как с одной точки, то есть для ближнего света, так и с другой точки, это либо для ослепления, либо для вигровки дальнего света. Вот, а в приборе от компании Maha, там все не так, ребят, там сделан не экран, там сделана матрица, как у фотоаппарата, на которую попадает весь световой поток от фары, и матрица уже сама оцифровывает, соответственно, вот этот свет, который идет от фары полностью, выводит на дисплей уже свето-теневую границу, в каждом пикселом оценивает яркость, в каждой точке, соответственно, вот этого светового пучка, указывает положение самой яркой точки, сама рисует свето-теневую границу, и, ребята, она сама показывает, вот именно, куда вам надо регулировать фару, то есть вверх-вниз, влево-вправо, все это на дисплее указывается прям в виде таких крупных зеленых стрелок, чтобы вы даже не думали, где, как, куда вам крутить, как правильно, как неправильно, она указывает вам именно нужное направление, нужный допуск, кстати, линиями, вот, свето-теневой границы, в каком допуске она должна быть, то есть, ребята, это просто фантастика. Я, когда это увидел, я понял, насколько, как бы, вот, вот эти приборы устарели. Также со стороны автомобиля есть еще один специальный дисплей, на котором в виде желтых и зеленых светодиодиков указывается, куда вам также крутить фары, то есть тоже стрелка, если вправо, значит, вправо, если диодики от центра, значит, слева, значит, надо крутить вправо, если диодики по вертикали, соответственно, снизу центра, значит, фару надо поднимать наверх, если сверху от центра, значит, фару опускать вниз, то есть, вот, захочешь, как говорится, накосячить с регулировкой фар, так с этим прибором ты даже не сможешь этого сделать. Я работаю на EBC, как и все здесь. Также, ребят, вот смотрите, мой прибор, он оснащен зеркалом с линией, которая, соответственно, когда автомобиль подъезжает, с этой линии вы должны совместить две одинаковые точки на автомобиле, допустим, болты крепления фар слева и справа, вот эта линия должна, соответственно, пройти через два одинаковых элемента автомобиля. Об этом я уже говорил в видео по регулировке фар, в моем старом, постараюсь найти и дать мне ссылку. Но на приборе от компании Maha пошли еще дальше, на том приборе, который демонстрируем мне, эта опция была не установлена, но она есть, она есть как допция. В чем суть? Там стоит специальный лазер, он уже, соответственно, проецирует прямую линию на капот автомобиля, для того, чтобы даже не надо было, соответственно, выравнивать на глаз, как говорится, по двум точкам, а вы просто смотрите на капот автомобиля, видите там красную линию от лазера, и ваша задача просто немножко повернуть прибор, чтобы поставить, соответственно, приборы вот именно по двум точкам. Это тоже настолько наглядно, настолько удобно, настолько правильно и настолько технологично, что поражаешься, насколько можно было это вообще сделать. В режиме регулировки дальнего света там еще проще. Там вы на экране видите, соответственно, пятно света, которое у вас попадает в прибор от фары дальнего света, и там подсвечена самая яркая точка в данный момент, в этом пикне, и те координаты той точки, куда вам надо с помощью регулировок привести вашу фару дальнего света. То есть ваша задача, опять же, состоит просто, чтобы совместить с помощью стрелок на экране, которые вам показывают, куда крутить регулировки фар, влево, вверх, вниз, вправо, просто совместить, и там будет, соответственно, надпись «ОК», значит, вы справились, и все, значит, у вас хорошо теперь с регулировкой фар. Также в приборе я в специальном меню увидел массу брендов автомобилей, у которых установлены матричные фары для того, чтобы регулировать самые новейшие системы освещения. И более того, они сделали очень хитро, инженеры Маха, они сделали ПО прибора, соответственно, обновляемым, то есть выходит новая модель фары, либо модель автомобиля, соответственно, с помощью прошивки, которые скачиваются с официального сайта Маха, ПО прибора может быть обновлено, и в нем появляются, соответственно, либо новые группы автомобилей, которые можно регулировать, либо новые какие-то фишки, соответственно, кнопки в меню, поскольку все это на уровне софта, то, соответственно, с помощью прошивок все это можно сделать. С этим прибором, конечно, сами понимаете, с софтом, тут из софта здесь только вот кнопка ближний-дальний, а, из софта еще вот это колесико, которое регулирует, соответственно, угол склонения светового пучка, на приборе от компании Маха все это делается с помощью сенсорного экрана, то есть вы жмете кнопочку на сенсорном экране, а внутри прибора, соответственно, уже происходит программная коррекция, соответственно, нужной точки, то есть никаких там движущихся частей в этом плане нет, что очень сильно радует. Также инженеры в представительстве компании Маха мне показали, как данный прибор может с помощью беспроводной сети соединяться с ноутбуком, и вы можете регулировать фары вообще не глядя на прибор, а основываясь исключительно на данных, которые прибор передает в ноутбук, соответственно, на большом дисплее ноутбука вам прекрасно видны, как все показатели, то есть это освещенность, там угол наклона, угол поворот, то есть, в общем-то, вы можете даже не видеть, соответственно, то, что вам показывается на приборах. И очень важная фишка, мне ее вот очень не хватало с этим прибором, не хватает очень часто, это то, что вы вот эти все полученные результаты вы можете распечатать в готовой уже форме, то есть представить человеку и дать ему, соответственно, полный отчет о регулировке фар. В общем, на самом деле, я сейчас еще пропустил миллион всяких подробностей, но чтобы не растягивать выпуск уже, как говорится, совсем там на серьезные хронометражи, говорить о таких вещах, в которых, может быть, мало кто вообще понимает и мало кому интересно, поэтому оставим эти нюансы до следующих выпусков. Я буду думать, как приобрести данный прибор, потому что после того, знакомствовал с этим прибором, конечно, использовать этот прибор можно, но ты понимаешь, что можно все делать быстрее, точнее и совершенно на другом уровне. А мне хочется как-то, ну, смотреть вперед в будущее, то есть, что там будет дальше. Кстати, о цене, цена, я когда увидел первый раз цену, у меня бровь так нормально так приподнялась, то есть, там где-то четыре с половиной тысячи евро за только базовую комплектацию, а ту комплектацию, которую я хочу, это там что-то на пять с половиной уже тянет легко, как говорится. Короче, ребят, кто сервис строит по свету, либо хочет вот прокачать вот это направление настолько серьезно, то сразу скажу, вот лучше этого прибора по функциям не найдете, потому что это вот тут просто космический корабль. Вот, в общем, если эта информация была вам хоть как-то полезна, ставьте лайк. Если была никак не полезна и вы вообще не поймете моих эмоций по поводу вот какого-то сине-черного ящика, то ставьте дизлайк. Ну, собственно, с вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео!